В Голицыно состоялась встреча жителей с депутатом городского собрания Сочи Константином Гиргишаном. Депутата здесь знают, а потому разговор получился деловой. Без лишних предисловий местные жители обратились к своей самой насущной теме. В селе постоянные перебои с водой. На сегодняшний день решить этот вопрос без помощи городских властей достаточно сложно. Проблема водообеспечения, она острая. И ведь люди не говорят, что нам плохо, мы недовольны. Они говорят, помогите организовать, одному там ничего не сделать. Мы хотим создать актив, который обеспечит прозрачность отношений со всеми. И тогда будет понятно, откуда вода, для чего вода. А для этого нужно поднять вот эту вот, ну, таким громким словом гражданскую позицию. Давно ждет ремонт и сельская дорога. И без того разбитое полотно страдает от оползней. По словам сельчан, все началось после того, как начались работы по установке опор высоковольтных линий электропередач. Каждый день по этому разбитому пути передвигаются пешком. И на машинах жители почти двух сотен домов. Другого способа нет. Десятки писем разлетелись по инстанциям. Однако ни одно ведомство не смогло отыскать дорогу на своем балансе. По этой дороге маленькие дети ходят в школу. Родители возят детей на машинах. Скорая помощь к нам не приезжает по этой дороге. С 96-го года, как после оползни, ни скорая помощь не приезжает. И дорогу мы ремонтируем сами. Константин Гергишан признается, каждую проблему своих избирателей он воспринимает как свою. В непонятной ситуации с дорогой обещают разобраться. В местной школе говорят, депутат сдержит слово. Так недавно помог с ремонтом. Поменяли полы в классах, сделали еще удобнее пантус во дворе. На будущее планы еще масштабнее. К примеру, обустроить мини-стадион для учеников, заменить покрытие. Но и сейчас уже есть достижения, которыми гордятся в школе. Навеса этого не было раньше. Просто короткая крыша. Дети под дождем вынуждены были для того, чтобы из большого здания перейти. То есть это доставляло много неудобств. Нуждаются в помощи не только организаций, но и отдельные семьи. Дом Камопа Госяна сгорел в прошлом году. Вспыхнул, как спичка, вспоминает хозяин. В октябре, перед началом зимы, чета с двумя детьми осталась на улице. Константин Гергишан добился, чтобы погорельцам предоставили временное жилье, утепленную, снабженную всем необходимым бытовку. Сейчас семья Погосян решает, как восстановить дом. Депутата обещали пригласить на новоселье.